Все это легко уходит. Главное их осознать, сконцентрироваться и, конечно же, отпустить. Просто позволить себе бояться. Это всего лишь наше эмоциональное состояние, куда мы попадаем в результате предыдущих непрожитых наших стрессов либо страхов. Я смотрю фильм. Смотрите как будто на себя со стороны. Что вы там чувствовали? Что вы там думали? Что предшествовало этому состоянию? Какие ваши мысли, эмоции, действия? Я проанализировал, я просмотрел свой фильм про паническую атаку и понял, что в результате встречи с этими людьми мое состояние ухудшается. Поэтому, любя себя, я прекращаю это делать. Всем привет, дорогие мои друзья. И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И я продолжаю цикл своих видео на тему панические атаки и как с ними справиться. Напоминаю, что панические атаки – это спонтанное состояние. Оно возникает внезапно. И паническим атакам сейчас подвержено большое количество людей. Многие спрашивают, как с ними справиться. Именно поэтому я сейчас записываю видео на эту тему и буду продолжать это делать. Если хотя бы раз в жизни вы испытывали паническую атаку, вы можете себе представить, насколько это неприятное состояние, насколько оно захватывает вас целиком и полностью, насколько бывает это стыдное состояние, бывает так, что невозможно никому об этом рассказать. Видят это только ваши близкие, пытаются вам помочь. И хуже всего, когда оно вас настигает внезапно, и вы находитесь в полном одиночестве. Тогда ваш страх усиливается. И практически очень многие люди просто прощаются с жизнью, потому как они говорят, все, это конец. Я думаю, что эта паническая атака будет последней. Будет последней, я ее не переживу. Но, к счастью, это не так. Это всего лишь наше эмоциональное состояние, куда мы попадаем в результате предыдущих непрожитых наших стрессов либо страхов. И сегодня я хочу поговорить с вами о такой методике, которая называется «Я смотрю фильм». И я предлагаю вам просмотреть фильм про свою паническую атаку. Просто позволить себе бояться. Ведь очень многие люди задумываются над тем, почему другие не испытывают панические атаки, почему другие не боятся, а я боюсь. Со мной что-то не так, значит, я какой-то ненормальный, значит, я какая-то не такая, как все. И что же с этим делать? И вместо того, чтобы пойти в свой страх, разобраться с его причинами, мы сдерживаем этот страх, никому об этом не говорим. И в тот момент, когда мы уже попадаем в эту критическую ситуацию, говорим, ну ладно, все, вот сейчас это пришло, я обязательно расскажу, я пойду специалисту, я с этим справлюсь. И, как правило, ничего не делают. В этот момент, когда вы делаете перепросмотр своего фильма, страшного ужастика про паническую атаку, я рекомендую вам нажимать как будто на паузы. Вы начинаете вспоминать свое состояние, акцентировать внимание, что же там было страшного. Ага, страшно от того, что очень сильно било сердце. Как оно билось? Вот сейчас оно сильно бьется. Остановили этот кадр. Смотрите как будто на себя со стороны. Что вы там чувствовали? Что вы там думали? Что предшествовало этому состоянию? Какие ваши мысли, эмоции, действия? Все это мы анализируем на паузе. И в тот момент, когда мы сделали какие-то выводы, мы позволяем себе просматривать этот фильм дальше. Просматривая фильм про паническую атаку, вы вдруг осознаете, что этому состоянию предшествовало что-то. Возможно, встреча с какими-то неприятными людьми, с которыми вы давно уже решили не встречаться, но не можете сказать им нет, и продолжаете это делать, встречаться вроде бы по мере необходимости, ну и так далее. Вы оправдываете свое пребывание с источником вашей опасности и продолжаете это делать. Вместо того, чтобы остановиться, сказать, нет, я больше не могу с тобой встречаться, потому что после того, и так далее. Вы можете даже это человеку не говорить, вы можете сказать это самому себе. Я проанализировал, я просмотрел свой фильм про паническую атаку и понял, что в результате встречи с этими людьми мое состояние ухудшается, поэтому, любя себя, я прекращаю это делать. Либо просматривая фильм про паническую атаку, могут всплыть еще какие-то действующие лица, которые вдруг появляются как бы из-за кадра. Вроде бы там в реальной жизни их нет, а они где-то далеко, но в результате перепросмотра вы их видите и тоже делаете соответствующие выводы. Возможно, у вас скопились какие-то негативные мысли, либо обиды, либо еще что-то, и вам нужно это как-то нивелировать, убрать. До этого работаем мы, психологи, которые вместе с вами, помогая вам, отпускаем обиды, страхи, какие-то детские психотравмы, и все это легко уходит. Главное их осознать, сконцентрироваться и, конечно же, отпустить. После того, как вы запускаете этот фильм снова, вы частично погружаетесь в это свое состояние, панической атаки, и там всплывает нечто, что-то новое, что-то, какой-то момент неосознанно, и это тоже очень благоприятно, влияет на весь исход. Очень важно ощутить и принять свой страх, позволить себе чего-то бояться. Возможно, в реальной жизни вы скрываете или подавили свой страх, когда-то решили быть сильным, таким, может быть, даже и мужественным, а в реальной жизни этот страх никак не проявляет себя, вы его загнали глубоко. Но когда вы попадаете в это неконтролируемое состояние панических атак, он выходит вот таким образом, практически парализует вас. И тогда в полной мере этот страх может выйти на поверхность и вот таким образом проявить себя. Очень важно осознать этот страх, позволить себе, хотя бы сказать, я позволяю себе бояться. В том, что я боюсь, нет ничего предосудительного. Очень многие люди боятся. Возможно, кто-то боится в глубине души, и они не выносят это на всеобщее обсуждение. Я боюсь, и когда я начал бояться, и именно с того времени мы начинаем отчет. Именно с того времени мы начинаем как будто разворачивать всю эту ситуацию, просматривать, снова проживать. Возможно, где-то мы понимаем, что это была иллюзия нашего ума, либо точка зрения на какой-то вопрос. И она уже не актуальна. Мы можем ее переработать и жить спокойно дальше. И в этом нам помогает перепросмотр как фильма нашу паническую атаку. Одного или двух перепросмотров бывает достаточно для того, чтобы проанализировать свои страхи, замедлиться в них, перепрожить. И тогда они становятся уже не такими страшными, потому что все-таки вы позволили себе бояться. А это решение уже дорогого стоит, потому что это очень-очень ваше давнешнее решение, что вы когда-то запретили себе бояться, а сейчас наконец разрешили себе. И это воспринимается нашей психикой как победой. Я справился, я молодец. И дальнейшая наша жизнь будет складываться более гладко. Спасибо, что смотрели это видео. О других методиках, как бороться и справляться с паническими атаками, я буду рассказывать в моих последующих видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие бы новые темы вы хотели бы обсудить на моем канале. Я с удовольствием буду записывать новые видео для вас. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И до новых встреч. Всем пока-пока!